Как реагировать на появление HFT объема под уровнем? Я уже записывал для вас видео, что когда HFT объем в конце дня на закрытии сессии или близко к закрытию вечером появляется по инструменту и цена консолидируется под уровнем, затем на следующий день идет пробой данного уровня. И причем, чем сильнее уровень, тем более вероятность, что его будут пробивать, потому что медведи чувствуют себя довольно комфортно, соответственно, быкам страшно, а в этом случае обычно что происходит? То есть рынок двигается по пути на меньшего сопротивления. Путь на меньшего сопротивления это то, что менее ожидаемо, вот так скажем. И в данной ситуации мы видим, что есть небольшой технический уровень вот здесь, но он недостаточно сильный для того, чтобы от него технари прям заходили. То есть идет пробой этого уровня образования и HFT объема, затем цена реагирует, возвращается, делает ретест вот ближайшего экстремума, фрактала так назовем, и консолидируется вот здесь, соответственно, под уровнем. Но здесь идет уровень на меньших выплат по опционам, и кроме того достаточно сильный объемный недельный уровень мы видим. Вот он. То есть, соответственно, в такой уровень покупать не стоит, потому что если этот уровень достаточно сильный, здесь объемный, то есть вероятность того, что здесь есть лимитный продавец, или появится лимитный продавец, который не пустит цену выше. Соответственно, лучше даже если торговать, то, когда цена пробьет, сделает ретест, и, соответственно, на ретесте уже пытаться заходить после ретеста. Здесь мы видим, что такого не происходит, то есть цена отбивается от данного уровня и начинает двигаться вниз. То есть, соответственно, отсюда заходят продавцы. Когда уже один раз мы сделали тест этого уровня, мы понимаем, что при следующем возврате вероятность того, что он будет пробит, уже выше. Можно заходить для большей вероятности, что когда, например, цена закрепляется выше данного уровня и делает какой-то импульс наверх. Здесь, например, мы такого импульса наверх не видели. Мы видели закрытие свечей выше данного уровня, но импульса наверх не видели. То есть, фактически импульс был только здесь. То есть, чем больше вероятность того, что цена пойдет в вашу сторону, тем часто меньше вот это соотношение риск-прибыль. Если вы хотите лучше соотношение риск-прибыль, соответственно, у вас будет больше убыточных сделок, но и за счет соотношения будет положительное мат ожидания. И здесь можно было бы, в принципе, уже заходить, когда цена возвращается выше точки образования HFT объема. То есть, цена пробивает. Вот тут был уровень. Его мы пробили, сделали ретест, и цена начинает свое восхождение. То есть, ждать закрытия свечи в таком случае нет смысла. То есть, можно даже buy limit поставить выше данного уровня, от которого цена отбивалась. И, соответственно, стоп, конечно, в этом случае стоит все-таки ставить за минимумом, либо можно за этим минимумом. Ну, опять же таки, чем лучше у вас потенциальное соотношение риск-прибыль, тем больше вероятности, что эта сделка будет выбита по стопу. Вот. Почему это интересная ситуация? Потому что, во-первых, тут положительная дельта. Здесь тоже были предварительные покупки. Вот в этой области мы видим тоже положительную дельту. Здесь мы видим тоже количественная дельта сильно увеличилась. Соответственно, вот эта область, она является магнитом для цены. То есть, цена после этого, это наша цель. Она должна прийти в эту область. То есть, половину мы фиксируем в этой области и в области HFT объемом. И затем смотрим уже за дисбалансами. То есть, как вы помните, первый выход по цели или по дисбалансу, что первое происходит. Всем хорошего дня, на связи, пока.